Всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Безумия Мутантов. И сегодня вас ожидает сюрприз. Сегодня мы откроем нового персонажа. Это герой Дрэк. Сейчас как раз идет акция. Мы можем прикупить этого персонажа всего до 300 гему. И давайте-ка посмотрим какой же он трик исполняет. Ну что ж, неплохо. Кроме того, друзья, сегодня мы будем продолжать играть с составами от подписчиков. Прокачивать героев согласно ваших отзывов и комментариев. Ну и я надеюсь, что видео вам понравится. Опять же, прошу поддержать видео лайками и подписками. Итак, друзья, первым написал. Я ставил свой состав. Подписчик с ником Биг Ван. Мой состав Дони, Эйприл, Майки, Лео, Карай. Прокачай Карай. Да, друзья, давайте-ка мы с вами сразу же подберем команду. А потом я соберу состав от подписчиков. Итак, друзья, подходит нам команда. Вот некоторые герои высаживаю. Вот Лео, Дони, Майки есть. Эйприл я добавил. Добавляем Карай и идем с вами в бой. Да, сила нашего отряда 25 тысяч, у врагов 29. То есть вы видите, враг сильнее. Но я уверен в нашей победе, так как у наших героев есть спецудары. Итак, да, вот Майки оглушает. Карай бьет своей катаной. Отлично. Дони использует серию мощных ударов Бо. Здорово. Итак, продолжаем битву. Что? Эйприл. Эйприл усиливает наши герои, а Майки продолжает атаковать и оглушать врагов. Что ж, все идет довольно-таки неплохо. Вот удалось выбить несколько уже врагов. Добиваем вараженского Зака и мы получаем идеальную победу. Ну просто здорово. Все герои выживают. Вот просто очень круто и здорово сыграли. Замечательно. Итак, друзья, идем с вами дальше. И сейчас давайте-ка я попробую прокачать Карай. Вот именно за этого героя я бы написал первым подписчиком Бигуан. Вот давайте-ка, друзья, прокачаем. А потом уже пойдем в следующую битву. Итак, что у нас с Карай? Переходим к персонажам. Вот насколько она прокачана. В принципе, друзья, в прошлых видео я прокачивал этого героя. Сейчас она на 135 уровне. Ну, давайте-ка, друзья, я ее докачаю до 140. Думаю, пока, друзья, этого будет достаточно. Вот, здорово. Отлично. Вот герой прокачан. Опять же, надеюсь, что выполнил просьбу от подписчика. А сейчас давайте-ка возьмем следующий состав. Итак, следующим написал Супер Влад Про. Мой состав Лео Сплинтер, Эйприл, Кейси Джонс и Супер Ирма. Вот, неплохо. Итак, Лео я оставляю. Вот, добавляем Сплинтера. Вот, беру-ка я Карай. Вот где-то здесь она в конце должна быть. Отлично. И мне осталось только добавить Кейси Джонса, вот Эйприл и Супер Ирму. Такие, Эйприл можно было оставить. Вот Кейси Джонс. И где-то тут мелькнулась Супер Ирма. Да. Итак, сила отряда 28 тысяч, у врагов 29 300. Вот, но опять же, друзья, не сомневаюсь в нашей победе. Итак, Сплинтер сразу же подлечивает, усиливает нашу команду. Кейси Джонс бьет клюшкой и бейсбольной битой. Вот что Сплинтер. Ага, опять усиливает. И Кейси Джонс продолжает атаковать. Ну что ж, все идет неплохо. Что же Лео? Лео рубит вражеского персонажа Кожеголова. Продолжаем битву. Итак, Супер Ирма забрасывает врагов огненными шарами. А Эйприл усиливает нашу команду. Здорово. Итак, битва продолжается. Враг сопротивляется, но у него нет шансов. Итак, еще мощная атака наших героев. Вот Кейси Джонс продолжает бить своим оружием. Итак, у врагов остался только вражеская Супер Ирма и Кожеглов. Но мы их добиваем. Да, опять же идеальная победа. Несмотря на то, что враг сильнее. Здорово. Итак, смотрим, друзья, кто дальше написал свой состав. И это у нас Виктория Мурзина. Итак, Виктория попросила прокачать Рокстеди и Кемпестру. И взять состав. Что ж, друзья, пока хватает Мутагена. Почему бы это и не сделать? Будем стараться прокачивать и усиливать героя. Согласно ваших отзывов и комментариев. Итак, мне нужны Рокстеди и Кемпестра. Вот что у нас в Рокстеди? Вот он. До 10 уровня. Друзья, боюсь, что, к сожалению, Мутагена не хватит на прокачку до 125, чтобы появился новый скил. Но до 120, я надеюсь, друзья, мы прокачаем. Либо даже до 115, друзья. Потому что еще хочу улучшить Кемпестру. И да, есть возможность еще прокачать оружие Рокстеди, распыляющий пистолет. Итак, 354 единиц урона мы прокачиваем до 379. Ну что ж, неплохо. Итак, что у нас с Кемпестрой? 115 уровень. До 120, скорее всего, друзья, мы не туда тянем. Хотя, да, друзья, хватило. Хватает Мутагена. Отлично. Кроме того, есть еще возможность прокачать месть темпеостры, друзья. Что это? Я не понял. Какой-то навык, то ли скилл, непонятно. Итак, прокачиваем это оружие. 294 до 308 единиц урона. Кстати, Рокстеди, давайте-ка, друзья, я остатки Мутагена брошу. Прокачаю это героя по максимуму. Итак, вот удалось его докачать до 117 уровня. Ну, а сейчас давайте-ка посмотрим состав от подписчицы. Вот, опять же, друзья, чувствую, что его придется взять на зачистку 6 канала. Итак, Виктория Мурзина попросила состав Zorak Track, Mickey Rocksteady Crank. Ну, состав, друзья, по сути, неплохой. Вот, правда, Mickey Rocksteady Crank достаточно слабенький герой. Но, все-таки, друзья, я думаю, давайте-ка мы попробуем этот состав по основному сценарию. Вот, я зашел, как бы, на 6 канал. Хотел здесь этим составом пройти. Но, все-таки, состав достаточно неплохой. Поэтому, давайте-ка я попробую пройти по основному сценарию. Хотя, здесь очень жестко. Очень сильные враги. Поэтому, как бы, друзья, кто смотрит цикл видео на канале, в последнее время я, в основном, зачищаю 6 канал. А только самые сильные мои герои идут по основному сценарию. Итак, Zorak подходит. Активируем Traga. Вот, снимаю Rafa. Давайте-ка возьму Rocksteady. Нам нужен. Вот, нужен еще Crank. И кого-то, друзья, я пропустил. Вот, и так, еще. Так, Виктория попросила Zoraka. Трага есть. Микки, Rocksteady и Crank. Ага. Микки, Rocksteady и Crank. Микки, Rocksteady и Crank. Осталось только добавить Микеланджело. И, в принципе, друзья, у нас есть неплохой шанс победить. Хотя, не уверен. Итак, всего 28500 на единице сила нашего отряда. Вот, друзья, я не уверен. Ну, давайте-ка рискнем. Скорее всего, это будет слив. Слишком сильные враги. Но, опять же, Надежда умирает последней. Вот, посмотрим, насколько будет хороший отряд. Итак, глобальный замес. Вот, Crank поджаривает молниями из глаз. Микки оглужает. Rocksteady бодает. И мы потеряли Crank. Очень жаль. Траг продолжает атаковать. Обстреливает. Zorak атакует. Да, слушайте, удалось выбить одного из врагов. Это уже радует. Вот, продолжается битва. Вот, вражеский Гранитор обстреливает наших героев. Кстати, сейчас добиваем фута. Есть, друзья. Итак, у врагов осталось всего два персонажа. Неужели у нас есть шанс победить? Ну, пробуем. Итак, пытаемся справиться с Гранитором. Вот, еще мощная атака. И да, очередной противник повержен. Но у нас тоже, друзья, потери. Мы потеряли Микеланджело. Вот, пытаемся справиться с вот этим четырехруким монстром. Вот, общими усилиями его бодаем. И все-таки побеждаем. Ну, просто-просто великолепно. Итак, друзья. Даже не ожидал, что нам удастся победить и уничтожить всех врагов. Ну, что ж, здорово. Итак, давайте-ка посмотрим за следующий состав от наших подписчиков. Итак, это у нас подписчик с ником Mortal Kombat Play. Прокачай кранг. К сожалению, друзья, потратил весь мутаген. Мало я его собрал. Вот, надеюсь, в следующих видео буду стараться его собирать побольше. И состав. Состав Микки, Лео, Донни, Раф, Сплинтер. Ну, что ж, друзья. Классическая из Камада. Черепашки, Ниндзя и Учитель Сплинтер. Вот, к сожалению, друзья, этот состав достаточно слабоват. Поэтому я вынужден его взять на зачистку очередного этажа 6 канала. Вот, да. Черепашек оставляем. Вот, Сплинтер оставляем. Кого там? Супер Ирму надо снять. Вот, оставим только Донни, Донни, Микки. А где же Раф? Ага, друзья, Раф вот здесь. Итак, 28506 единиц сила нашего отряда. Вы знаете, друзья, возможно, нам бы удалось пройти по основному сценарию. В прошлой битве наш отряд тоже имел силу 28506 единиц. И нам удалось победить. Вот, ну, давайте-ка, друзья, все-таки я вернусь назад. Вот, по основному сценарию, даже если мы проиграем, не так обидно будет. Вот, просто интересно, сумеют ли черепашки со Сплинтером, хотя это не самые мои прокачанные герои, справиться с врагами. Вот, мне кажется, это должно быть интересно. Итак, высаживаем самых сильных бойцов. Это Зорок, Атрага. Вообще, 34-звездочные, это самые сильные герои. Зорок, Лотос, Атраг. Ну, а мы попробуем сразиться с черепашками. Вот, где наш Сплинтер не хватает. Надо высадить Рокстеди и Крэнга. И тогда взять Сплинтер и Сплинтера и Рафа. И сейчас попробуем, друзья, все-таки победить. Будет здорово, друзья, если мы сумеем с вами опять же пройти по основному сценарию. Итак, эпический момент. Черепашки Низи против Шрайдера и его команды. Удастся ли нам вытянуть победу? Не знаю. Итак, Донис шевыряет взрывчатку. Вот Сплинтер усиливает, подлечивает. Ай-яй-яй, друзья, мы теряем Сплинтера. Лео продолжает рубить катаной. Микки оглушает. Очень-очень падает здоровье наш отряд. Итак, Раф промзает очередной врага Саи. Кстати, один из врагов уничтожен, но мы потеряли Лео. Очень-очень печально. Итак, выбивает Бибопа. Отлично, бой идет трой на трой. Нет, друзья, к сожалению, враги выбили большинство черепашек. Выжил только Донни. Он пытается сопределяться, но это, друзья, к сожалению, слив. Итак, друзья, несмотря на то, что сила отряда была 28 тысячам, врагам удалось победить и уничтожить наш отряд. Обидно. Обидно, жаль. Вот, друзья, не все получилось так, как я хотел. Вот можно было бы зачистить по основному, по дополнительному сценарию этаж. Но я думаю, пусть будет уже так. Итак, подписчик с ником, ну, 338 просит, чтобы я сыграл Майнкрафт. Друзья, постараюсь это сделать на днях. Ну, опять же, кому, друзья, это интересно, пишите в отзывах и комментариях. Итак, подписчик с ником Топ Макер. Мой состав люди. Ну, давайте, друзья, я попробую собрать этот состав из людей. Вот, попробуем с вами пойти на шестой канал. Мне кажется, друзья, иначе там мы не соберем. Слишком слабенький отряд. Итак, 192 сейчас этаж шестого канала. Вот, высаживаю черепашек. Вот, и попробуем сейчас собрать команду людей. Итак, начну я с прокачанных героев. Лотос, человек. Супер Ирма, человек. Кейси Джонс, человек. Вот, Шреддер, в принципе, друзья, у нас человек. Вот, ну, смотря какая серия. В некоторых сериях он играет за монстра. Вот, либо Ранет, либо все-таки Шреддер. Наверное, все-таки, давайте-ка, друзья, я возьму Шреддер. Все-таки человек. Вот, по крайней мере, в большинство мультиков. Итак, Эбитическая битва. Сражаемся, пытаемся уничтожить врагов. Что, враги? Ага, кстати, у врагов тоже Шреддер. Достаточно интересный замес. Пытаемся сопротивляться. Пытаемся выбивать врагов. Вот, и пытаемся уничтожить остатки вражеского отряда. Да, вот такая вот хорошая победа. Вот, у врагов остался только Шреддер. Но наш Шреддер и вот остальные герои добивают врагов. Кстати, друзья, я до сих пор думаю, нам все-таки... Давайте-ка я переиграю составом от подписчика... Вот, от Mortal Kombat Play. Все-таки я хочу взять состав Микки Лео Дони Раф и Сплинтера на зачистку очередного канала шестого этажа. Так, мне кажется, друзья, будет лучше. Все-таки хочется этим отрядом сыграть и победить. Итак, давайте-ка я высажу вот этот предыдущий отряд и возьмем все-таки Сплинтера, Рафа и Черепашек Ниндзя. Пусть они вот зачистят нам этот этаж. Итак, классическая команда Черепашки Ниндзя против вот враждебной команды, которая захватила очередной этаж шестого канала. Итак, кстати, кто здесь во вражеском отряде? Мадагека, вот вижу, это у нас Наполеон, это у нас Тока и вот этого толстяка, друзья, я не помню. Но мы пытаемся его выбить. Итак, добиваем и побеждаем. Да, у врагов остался только последний Наполеон. Сейчас мы его допинаем. Ну вот, отличная победа, хороший бой. Вот, здорово. И прежде, друзья, чем взять следующую команду от наших подписчиков, давайте-ка, друзья, я немножко прокачаю усилия наших героев. Ну и, конечно же, купим нового персонажа. Отлично. Итак, что у нас следующая команда? Давайте-ка я посмотрю, чтобы знать, на что рассчитывать. Итак, Матвей Манлыгин, мой состав Майки, Лео Бибоб, Лотос и Эйприл. Ну что ж, друзья, давайте-ка я пока прокачаю героям, а потом возьмем очередной состав от подписчика. Итак, что у нас делается с героями? Хотелось бы их улучшить. Вот мне удалось накопить за последнее время, вот в прошлое видео, 5000 зеленых кубов и 1000 синих кубов. Ну что ж, попробуем усиливать героев. Благодаря 1000 зеленых кубов мне удалось улучшить Лео на 4 единицы. Отлично. Вот плюс бонусные 25 синих кубов. Следующая 1000 зеленых кубов улучшает Рафа на 4 единицы. Просто здорово. Кстати, не часто выпадает, что удается улучшить черепашек. Вот продолжаем. Итак, улучшение Микеланджело на 4 единицы. Просто здорово. Плюс бонусные синие кубы. И я продолжаю усиливать героев. Да, на этот раз улучшил Лео на 5 единиц. Плюс бонусные кубы. И последняя 1000 кубов улучшает нам Донни на 11 единиц. Просто-просто великолепно. Супер. Итак, друзья, открываем еще 1000 синих кубов. И надеюсь, что там что-то будет интересное. Итак, Зака удалось улучшить на 175 единиц. Но, честно говоря, друзья, я хотел бы прокачать героя с 2-звездочного на 3-звездочного, но не получилось. Тем не менее, 25 фиолетовых кубов дают нам подарок за то, что мы усилили героя на 3-звезды. Итак, обратите внимание, 431 фиолетовый куб. Когда наберем 1000, сумеем открыть новый персонаж на 4-звезды. Либо усилить тех, что у нас имеется. Итак, все идет пока неплохо. Ну, а сейчас, друзья, давайте-ка откроем нового персонажа. И еще сыграем несколькими составами от подписчиков. Кстати, у нас еще бонусный сундук. Давайте-ка я его соберу. И сейчас купим Драга. Дрэг. Прошу прощения. Дрэг. Итак, за 300 гемов мы покупаем нового персонажа. Итак, вот так выглядит Дрэг. Ну что ж, забавно. Рассмотрим его с разных сторон. В принципе, в начале видео я его показывал. Но, тем не менее, вот такой прикольный, классный персонаж. Вот просто-просто великолепно. Ну что ж, друзья, все больше героев добавляется к нашей коллекции. Вот уже достаточно интересная коллекция. Давайте-ка посчитаем, сколько их у нас. Здесь трое. Здесь еще трое шестеро. Здесь трое. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 37, 38. 38 героев уже открыто, закрыто, как видите. Остается совсем мало. Правда, разработчики добавляют новых персонажей. Все больше и больше. То есть, друзья, жду от вас отзывов в комментариях. Кого из героев усиливать в следующих видео и прокачивать. Я постараюсь собрать побольше мутагена и буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариев. Ну а сейчас давайте-ка возьмем финальный состав на сегодня от Матвея Малыгина. Итак, Майки, Лео Бибоп, Лотос и Эйприл. Уже слабоватый состав, поэтому, опять же, вынужден взять его на зачистку 6 канала 194 этажа. Высаживаю команду черепашек, сплинтера и собираю состав от подписчика. Итак, Майки, Лео Бибоп. Отлично, Майки есть, Лео есть. Ищем Бибопа. Здорово. И осталось нам только добавить Лотос и Эйприл. Отлично. Да, кстати, друзья, давайте-ка еще в конце видео, вот я еще пройдусь по всех названиям наших героев, чтобы вы знали, с кем собирать составы. Итак, сражаемся. Пытаемся выбивать врага понемножку. Да, вот Микки оглушает. Отлично. Вот Лео рубит катаной. Лотос тоже атакует при помощи своего клинка. Враг постепенно теряет силы, и нам просто надо их добивать. Да, вот Микки еще атакует при помощи своих нючак. Лео рубит, продолжает рубить катаной. Ничего себе, друзья, мы потеряли Эйприл и Лео. Враг оказался сильнее, чем я рассчитывал, но тем не менее, втроем, объединившись, мы добиваем остатки вражеского отряда. Вот, добиваем этого четырехрукого монстра и получаем победу. Просто-просто здорово. То же, друзья, сегодня я на этом уже с вами буду прощаться. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев усиливать, прокачивать. Опять же, пишите свои команды. Я буду стараться действовать согласно ваших отзывов и комментариях. Ну, а сейчас давайте-ка пройдемся по тем героям, кто у меня открыт. Итак, Лотос, Зорок, Трак. Это у нас четырехзвездочные герои. Далее идут трехзвездочные. Это Микеланджело, Донателло, Леонардо, Кейси Джонс, Эйприл, Рафаэль, Сплинтер, Рокзар, Бибоп, Супер Ирма, Шреддер, Гранитор, Кожеголовый, Мандагека и Рокстеги. Вот еще есть Бокстермука, Слэш, Зак, Ранет, Наполеон, Тока, Рэй, Чингис, Антракс, Кемпестра, Монолизна, Метаголовый, Металоголовый, вернее даже так, Скаар, ну и его с трехзвездочными все. Дальше двухзвездочные. Это Крэнк, Карай, Утка Эйс, Саван Тиромеров, Рости, Деметр и Дредд. Все герои, которые доступны. Поэтому, друзья, вот на этом уже все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поддерживайте видео лайками и подписками. Ну а на этом все. Всем пока, друзья, до новых встреч.